Брест готов стать площадкой для реализации проектов в части энергосбережения и сохранения климата. Об этом сегодня, открывая семинар-тренинг, заявил председатель горосполкома Александр Рогачук. Областной центр находится в начале пути в вопросе сбалансированного природопользования и объединения экономики и экологии. Однако первые шаги уже сделаны. Модифицируется городское освещение, обычные лампы меняют на светодиоды. Процесс усовершенствования претерпевает мусороперерабатывающий завод. Наглядный пример грамотного подхода в деле притворения в жизни экономических решений не только не во вред, а на пользу окружающей среде – недавно введенный в строй комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо. Но все это, уверен Александр Рогачук, только начало. Абсолютно убежден в полезности этих проектов по различным составляющим. Это и наше технологическое движение вперед, это наша культура движения вперед и культура украинских отношений в том числе. Брест присоединился к инициативе соглашения мэров год назад. Всего в мире ее участниками являются порядка 7 тысяч городов и районов. Из них 11 на территории Беларуси. Город над Богом на данный момент единственный областной центр в списке белорусских участников проекта. Но на семинаре-тренинге присутствовали представители и других регионов, всерьез настроенных присоединиться к соглашению. Сегодняшний семинар, он такой обучающий. Для участия в семинаре приезжают представители тех городов, которые уже присоединились или которые думают о том, чтобы присоединиться. Это первый семинар, последующий будет, и будем рассказывать о том, что это такое, с чего нужно начинать работу. Ранее в центре внимания участников проекта в основном находились вопросы энергосбережения. В настоящее время к ним добавилась тема влияния на климат. И здесь важен грамотный подход. Свои природные особенности имеет не только каждый климатический пояс. Температура, влажность, уровень осадков и прочие показатели варьируются даже для населенных пунктов одной страны, находящихся друг от друга на небольшом удалении. Исследовать их досконально и использовать эти данные при работе важно не только для людей, которые занимаются экологическими проблемами. Основная острая проблема – это изменение агроклиматической обстановки. То есть мы должны адаптироваться к этому. Южная часть области испытывает сейчас очень сильное потепление климата. И понятно, что сельское хозяйство должно к этому адаптироваться. Потом следующий риск – это адаптация коммунальных служб, потому что они не готовы часто к катастрофическим тем явлениям погодным, которые сейчас присутствуют. Это сильные ветры, как результат ветровал, падение деревьев. Это сильные осадки, как результат нашей канализации не справляется с этим риском. Выход проблемы – это адаптация на местном уровне. То есть на уровне каждого города, на уровне каждого района наблюдать за этими явлениями. И самое главное – поиск болевых точек, потому что они есть в каждом городе, в каждом районе. То есть только на местном уровне эти проблемы можно решать и адаптироваться к ним. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.